Всем привет! Добро пожаловать в мою лоранжерею. Сегодня в моем видео будет плетение вот такого кашпо. Меня просто давно уже просят в комментариях, чтобы я показала, как я вела вот это кашпо. И сегодня я вам покажу. Здесь ничего сложного нет абсолютно. Оно очень просто его делать. Просто и быстро. Кашпо очень так хорошо смотрится. Здесь у меня папоротник вот такой вот растет. А сегодня я хочу сделать таких два кашпо на одной палочке. Для работы я себе взяла вот такие нитки. Я их покупала, где продаются цветочные горшочки. То есть их продают как для подвязывания растений. Но они очень хорошо смотрятся в кашпо. И метраж хороший. Мне они очень нравятся. Вот такой цвет купила, появился. И вот такая бамбуковая палочка. То есть если, допустим, одно кашпо, то ее пополам. А я хочу сделать два кашпо. Я хочу по два растения. Поэтому буду использовать вот такой размер палочки. Ну и, конечно, понадобятся еще и ножницы. И сейчас я эту палочку буду крепить, чтобы было удобно мне вязать, к стулу. И начнем, приступим к работе. Теперь нужно отрезать по 4 метра 12 нитей. Ну, то есть я вот таким образом померила 4 метра. И теперь нужно таких ровно 12. И по этой ниточке я буду отмевать. Ну вот, осталась последняя 12 нить. Я к спинке стула буду крепить вот эту палочку. Ну, то есть я вот такими вот ниточками ее привяжу просто. Просто. Вот эту послабже нужно. Берем рабочую нить. Ее пополам сворачиваем. Концы делаем ровно. И пополам. И теперь ее продергиваем. Закрепляем. Таким образом. Берем следующую. И так закрепляем 12 нитей. Сейчас я покажу поближе, как я делаю узелок. Ну, очень просто. Просто берете, вот так вот заводите под низ. И вот так вот продергиваете. Ничего сложного. И делаем так остальные нити. Ну вот, закрепили 12 нитей. И теперь берем 4 нити в серединке и делаем вот такие узелочки. Берем следующие. Берем следующие. Вот так вот держим эти две нити. Вот эту делаем нахлёст на эти две нити. А вот эту нить, вот поддеваем вот под эту и под эти две. И вытягиваем. Видите, вот такой вот узелок получается. И делаем так же наоборот. И проделываем так до конца. Ну вот сделали. Теперь в шахматном порядке. То есть берем вот между этими две нити. Получается вот так вот смотрите. 4 нити. Также вот с краю 2 отступаем. И получается, что у нас в работу идут вот эти нити. И так же в шахматном порядке. Здесь немножко вот отступаем, чтобы красивый такой ажурный рисуночек получился. И продолжаем делать. Здесь у нас получается, берем так же 4 нити. Это можно втянуть высоко сделала вот так вот. Вот видите, чтобы красиво так получалось. И берем следующие теперь 4. В общем, идем в шахматном порядке. Делаем такие же узелочки. Ну так красиво затягивайте, чтобы красивый узелочек был. И чтобы было везде все одинаково. Ну вот до конца дошли. Теперь здесь можно вот так вот их немножко распустить. И теперь снова в шахматном так же порядке продолжаем плетение. В общем, сейчас вывязываем вот такой треугольничек. То есть получается, мы будем в шахматном порядке. Сейчас вот получается, мы берем вот так вот. Эти остаются свободные. Чтобы не путаться, можно будет вот так вот перекинуть, чтобы вам не запутаться. И начинаем работать дальше. 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 Вот так вот расправить, чтобы одинаково все везде было. И тоже можно вот так вот сделать. Видите, какой узор такой получается. Теперь у нас остается продолжаем. Также две нитки еще убираем в сторону. И получается теперь вот так вот. Мы же идем в шахматном порядке. И теперь завязываем здесь. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 провязываем 1 нить теперь вторая пошла а вторая пошла там помощник помогает держит ее не хочет отдавать теперь вот эту нитка она остается до берем другую и также вот так вот закидываем на нее и делаем вот такой вот узелок вот так вот один раз и второй раз так протягиваем видите как красиво уже получается теперь берем следующую раз-два теперь следующую и проходим таким образом вот до этой ниточки вот я дошла до середины вот последний такой ниточки да в треугольнике и теперь я делаю с этой же стороны тоже самое то есть беру вот эту нить и начинаю ее также завязывайте такие узелочки так раз-два следующую беру таким же образом и такой контур получается видите как красиво смотрится законченный рисунок получается никак не могу угомонить своего помощника ниточки для него сейчас конечно моего возраста это прям игрушка хорошая вот с этой стороны тоже так сделала и теперь вот эти вот остались я просто их тоже вот так вот сделаю между собой вот так чтобы красиво было но также два раза вот так и теперь вот эти в середине ниточки я так вот собираю и теперь будем делать треугольник то есть получается в зеркальном таком но отступаем место и делаем такой же вот узелок как делали в предыдущем узоре ну вот примерно вот так вот отступлю здесь вот так вот их можно сдвинуть вот на таком вот теперь берем здесь отсюда две нити вот так вот шахматном порядке то есть сейчас у нас получится два узелка и с этой стороны делаем также две нити добавляем вот это расстояние чтобы одинаково было нужно смотреть так вот так вот можно натянуть чтобы померить теперь добавляем еще две нити и вот так же в шахматном порядке нужно смотреть чтобы было ровненько в натяжении и с этой стороны еще две нити добавляем также делаем узелок это как бы такую знаете стенку делаем где будет стоять горшочек в общем здесь я сделаю ром сейчас я обратно уже делаю то есть было три да сейчас я опять два делаю узелка шахматном порядке и вот сейчас еще один здесь сделаю и получится ромбик вот видите такой ромбик получился теперь нужно проверить чтобы вот натяжение ниток было одинаково стоя с той стороны вот так вот получается теперь нужно для работы мне понадобится ну вот либо горшочек вы должны либо что-то вот в общем диаметр не такой большой а вот примерно как-то вот так вот вот эти ниточки так держите да чтобы их не упал в общем надо как-то вот так приноровиться можно опустить до чтобы вот так вот просто сейчас нужно померить как будет в готовом виде до выглядеть кашпо здесь конечно не очень удобно получается то есть сейчас смотрите вот эти крайние нити сразу можно по 2 отделить так вот вот на таком допустим да нужно вот так вот приметить вот так вот и теперь ну вот я вот допустим вот так вот здесь коленями захвачу смотрите теперь мы делаем продолжаем плетение нашего кашпо вот эти крайние нити в середину берем и так же делаем узелок вот так вот теперь берем вот эти 2 нити добавляем здесь две нити также и так же делаем узелок отступаем здесь что такой же рисунок получался с этой стороны сделали теперь также добавляем с этой стороны смотрите чтобы одинаковое было расстояние вот прям натягивайте и чтоб одинаково было всем берем следующие две нити также вяжем в шахматном порядке так вот нужно натягивать и смотреть чтобы крайние нити были одного размера одной длины видите так чтобы и вот с этого ромба вот эти по две нити я тоже добавлю плетение вот этого среднего здесь нужно как-то приспособиться просто это неудобно все делается наберитесь терпения их еще нужно положить до чтобы вот верхняя была сверху ниточка чтоб ничего нигде не перепуталась и теперь и теперь их нужно также сюда в плести вот эту часть можно будет треугольничек этот как бы продолжить чтобы он такой знать подлиннее был то есть также в шахматном порядке но я перевязываю таким образом так вот хвостик один на стороне отправляюсь здесь здесь так от пониже и начинаю так перекручивать то очень красивый и прочный узел получается таким образом просто закручивая вот это видите она нужна чтобы завязать узел конец о и но вы сами смотрите то какой какой длины вы хотите теперь я вот так вот и и сюда продерну и вот эту вверх и так вот вот теперь этот узел уже такой получается никогда денется вот этот можно хвостик обрезать вот такое кашпо получается поэтому вот так вот обрежу здесь можно поставить и вообще поменьше горшочек я просто такой объем взяла горшочка вот так вот красиво получается то есть я сейчас здесь посмотрю я здесь может быть и 3 у меня вот это посередине короче будет но вот это полотно его можно связать и подлиннее то есть каждый ряд нужно будет провязывать по 2 и тем самым она будет длиннее вот этот треугольничек то есть следующими кашпо я наверно так и сделаю то есть у меня в середине вот так будет здесь будет другие но вот так получилось но это еще не окончательно то есть я вам показала как связать такое кашпо но здесь у меня задумка я хочу на этой палочки бамбуковой связать 3 кашпо таких разным размером и туда поставить растения потом когда я сделаю я обязательно вам покажу в общем дерзайте творите увидимся следующем видео и и и Субтитры подогнал «Симон»